Доброе утро, коллеги! Хочу представить наш доклад «Нейроэндокринные опухоли. Проблема репродукции». Может быть, в этом докладе как раз и будут затронуты вопросы вообще заболевания онкологического и беременности на фоне этого заболевания как бы уже может быть даже излеченного. Хочу сказать, что, конечно, у нас не такой огромный опыт, как у предыдущего докладчика, и эти опухоли довольно редкие, но уже пришло время о них сказать, потому что они все чаще и чаще встречаются, и возраст пациентов молодеет. Хочу сказать, что эти опухоли не входят у нас в МКБ-10, и, в общем-то, нам о них структурно неизвестно. То есть они разбросаны по локализациям, и каких-то, в общем-то, достоверно-статистических данных мы не имеем. Мы можем опираться на иностранные данные и на данные нашего регистра Московского общества по лечению нейроэндокринных опухолей, которые работают в течение последних пяти лет. И вот, согласно общемировым данным, частота НЕО составляет 5-6 случаев на 100 тысяч населения. По данным регистра МОЛНЕО, заболеваемость НЕО в Российской Федерации возрастает и составила около 3,5 случаев на 100 тысяч населения в 2017 году. 60,5% случаев НЕО выявлены у женщин. 1,3% – это женщины в возрасте до 25 лет, 17% – в возрасте от 26 до 45 лет. В принципе, это все репродуктивный возраст, на который мы, в общем-то, обращаем внимание, потому что эти женщины у нас наблюдаются годами, и нам зачастую приходится решать вопросы их семейного положения, статуса. Они выходят замуж, они у нас наблюдаются с 17 и более лет, и их жизнь меняется. И зачастую вот врач-онколог, который наблюдает этих пациентов, является, наверное, главным каким-то специалистом, который может вести эту женщину и помочь ей вообще в ее жизни. Итак, нейроэндокринные опухоли – это отдельное семейство опухоли с общими морфологическими, ультраструктурными, иммунологическими, молекулярными характеристиками. Но эти опухоли отличаются и по локализации, и по степени дифференцировки. Наиболее часто они локализуются в желудочно-кишечном тракте и поджелудочной железе. Это 70% опухоли. И, как говорила Анастасия Анатольевна, это наиболее опухоли, которые затруднены для диагностики. Большая часть опухолей локализуется в бронхолегочной системе. И есть опухоли редких локализаций, так как щитовидная железа, яичники, шейка матки, молочная железа, простата и опухоли кожи. Различия этих опухолей, течение этого заболевания, обусловлены потенциалом злокачественности, на основании которого определяется прогноз заболевания. Эти опухоли разделены на три группы – Грейт 1 и Грейт 2 – это высокодифференцированные опухоли, о которых, в общем-то, и пойдет речь. Это пациентки, у которых очень хороший прогноз жизненный. И Грейт 3 – это низкодифференцированные опухоли. В эту группу входит крупноклеточный и мелкоклеточный рак. Прогноз жизни этих пациентов достаточно плохой. И, конечно, о репродукции здесь речь, в общем-то, не может идти. Отличительной особенностью этой опухоли является то, что они – гормональная активность. И гормональная активность характеризуется продукцией гормонов, биологически активных пептидов, способных вызывать симптомы, синдромы, влияющие на течение заболевания и требующие лекарственной коррекции. Это, наверное, основное отличие от других солидных опухолей. Это гормональные синдромы при энеродокринных опухолях. Их большое разнообразие. Наиболее часто встречается карциноидный синдром в 30-40% и более случаев. Может быть, эктопическая секреция гормонов, таких как адренокортикотропный. Встречается синдром Кушенко. Редкая гиперсекреция антидиуретического гормона. Инсулиномы, гастриномы, випомы, самотостатиномы. Это в основном опухоли поджелудочной железы. Карциноидные и другие синдромы – это факторы, вызывающие уменьшение выживаемости больных и требующие коррекции гормонального статуса. До 50% больных с карциноидным синдромом страдают назогенными расстройствами, которые представлены преимущество тревожно-депрессивными реакциями, чтобы условлено повышенной продукции серотонина. Я на этом заостряю внимание, потому что это психологический фактор жизни наших пациенток. Какие особенности применения системной лекарственной терапии при нейроэндокринных опухолей? Особенность в том, что при наличии карциноидного и других синдромов и метастатической болезни пациентки с высокодифференцированными нейроэндокринными опухолями применяют аналоги с мотостатиной. Эти препараты применяют пожизненно, либо циклические, с повышением дозы препаратов. В основном пациентки, у которых есть метастатическая болезнь, аналоги с мотостатиной, применяют в той или иной дозе пожизненно. Интерфероны альфа – длительное применение при карциноидном синдроме, либо профилактические в течение 6-12 месяцев. В основном сейчас эти препараты применяются при необронхолегочной системе. Таргетная терапия – это длительное, либо постоянное применение при метастатической болезни. И химиотерапия – это цикловое применение при метастатической болезни. Это все пациентки, которые, в принципе, имеют высокодифференцированные опухоли и склонны к тому, чтобы иметь детей, семью. И все эти вопросы всегда с пациентками обсуждаются. Итак, какие же особенности нео в репродуктивном возрасте? Я уже говорила, что они имеют различные локализации, и поэтому для каждой локализации есть свои особенности. В основном среди молодого населения, ну, у нас пациентки в возрасте от 16 лет, но сейчас уже встречается нео в 15 лет, из детского института к нам приходят, у меня есть, наблюдается 5 пациенток из детского института в возрасте от 10 до 16 лет. Это высокодифференцированные нейроэндокринные опухоли желудочно-кишечного тракта, которые чаще бывают случайной находкой. Чаще всего при аппендоктомии у детей, это карциноидные аппендиксы, или при эндоскопическом удалении полипов желудка, или толстой кишки. Это основной контингент молодых пациентов локализованных форм, которые составляют основную массу пациентов, к которым надлежит дальнейшая репродукция. В большинстве случаев это локализованные формы, и они требуют только динамического наблюдения, и не являются препятствием для репродукции. Иногда эти пациенты, имея какую-то склонность к синдрому, к повышению серотонина или хромогранина, они тоже какое-то время получают, это не входит в стандарты, но мы адювантно им назначаем аналоги с амтостатином. Высокодифференцированная необронхологичность системы, это типичный карциноид, проявляется обтурация и развитие вдыхательной недостаточности, тоже чаще выявляется на ранних стадиях, когда возможно радикальное удаление. Но у этих пациентов чаще всего применяется интерферон, как я говорила, и аналоги с амтостатина, в адювантном режиме 6-12 месяцев, что требует принятия решения о сроках возможного зачатия дальнейшего. Неспецифичность симптомов может привести и к поздней диагностике нейроэндокринных опухолей. Особенно это касается опухолей вот таких сложных локализаций, как неотонкой кишки. Вы, наверное, знаете, что даже эти опухоли находятся не в самой тонкой кишке, которую сложно выявить, а даже в брыжейке тонкой кишки тоже часто являются уже случайной находкой при местно распространенном или метастатическом процессе. И это же касается нейроэндокринных опухолей тимуса. Они почему-то наиболее злокачественно протекают и тоже они чаще встречаются у молодых пациентов. И поэтому чаще всего при первичной постановке диагноза эти опухоли являются уже распространенными, что требует, в общем-то, взвешенных решений о возможности репродукции. И у нас было несколько случаев, когда как раз опухоли тимуса были выявлены у пациенток на фоне беременности. После родов они уже к нам обратились с явлением дыхательной недостаточности, и у них были выявлены опухоли тимуса, которые просто наблюдались и никак не интерпретировались. КТГ-эктопированный синдром был, и, в общем-то, у нас одна пациентка погибла. Был такой у нас случай очень печальный, и я думаю, об этом врачи должны быть информированы, потому что пациентка проживала в Московской области, и, в принципе, ей не был вовремя поставлен диагноз, что, может быть, могло бы спасти ее жизнь. Часть в ней в репродуктивном возрасте является высокозлокачественными, быстрорастущими. Это мелкоклеточный и крупноклеточный рак, что требует высокотоксичной терапии. Прогноз жизни таких пациентов неблагоприятный, беременность, как и ее прерывание, может способствовать прогрессированию и смертельному исходу. Проблемы особенностей диагностики ведения беременности при нео, они таковы, что врачи мало информированы вообще о течении этих опухолей. Эти опухоли в большой части высокодифференцированные и медленно развивающиеся. И они характеризуются периодами длительной ремиссии. Эта ремиссия может протекать 10, 15, 20 и более лет. У нас есть случаи, когда там был удален карценоид аппендикс, а метастатическая болезнь проявилась только после 25 лет наблюдения пациента. Поэтому врачи должны знать, что рост этих образований может возобновиться через 10, 15 и более лет после первичного излечения. И что тоже необходимо учитывать при планировании беременности и диспансерном наблюдении. Такие пациенты, в принципе, должны пожизненно наблюдаться у онколога, ну и у других специалистов, которых они в течение жизни наблюдаются. Возникновение нео-периода роста могут быть связаны с изменением общего гормонального фона индивида и влиянием таких факторов, как длительная заместительная гормонотерапия. По нашему опыту, у нас есть часть женщин, у которых нео возникло в репродуктивном периоде, которые длительно применяли заместительную гормонотерапию. Эти женщины уже были рожавшие, но по тем или иным поводам они в течение пяти и более лет принимали терапию. И на этом фоне, не знаю, может быть, это фоновая или каких-то доказательных данных нет, но у них возникали нейроэндокринные опухоли. Нет достаточно доказательных данных, однако следует учитывать особенности биологии нейроэндокринных опухолей при решении возможности эстрокорпорального оплодотворения в других видах репродукции, требующих гормональной стимуляции и гормональной поддержки. Это как раз речь идет о тех пациентах, которые излечены, у которых, например, был в анамнезе карциноид обендикса. Если вы собираете анамнез и пациентка вам об этом говорит, то, в общем-то, нужно, наверное, обращаться к какой-то консилиуму, к онкологу, чтобы понять, какая угроза, в общем-то, для возобновления заболевания у этой пациентки может быть. Необходимо также учитывать возможную первичную множество нейроэндокринных опухолей. Они могут быть как спорадические первично множественные, то есть самостоятельные опухоли различных локализаций. Если у пациента она уже была, то нужно учитывать, что может быть и вторая локализация в течение жизни. И в рамках генетических синдромов, таких как МН1, МН2, это первично множественные, извините, можно следующий слайд. Ну, каковы проблемы? Они, наверное, как и у всех, нет клинических рекомендаций и алгоритмов введения беременности при НЕО. Информативность таких биохимических маркеров, как хромогранин, серотонин и 5-ойук мочи, которую мы используем для диагностики нейроэндокринных опухолей, для скрининга при беременности. Она невысока, потому что бывают положительно ложные результаты, особенно хромогранина и, в общем, и серотонина тоже. И поэтому ими не следует руководствоваться только за значениями для определения тактики введения пациента к СНЕО во время беременности. Это можно только использовать для скрининга у тех пациентов, у которых есть выраженный карциноидный синдром. Необходим мониторинг секреции эктопированных гормонов, обязательно таких, как адренокортикотропный, инсулин, если в анамнезе были такие опухоли, потому что это наиболее, так сказать, неблагоприятная секреция для жизни пациенток. Это существенно влияет на прогноз течения беременности и заболевания. Рекомендуется рутинное выполнение УЗИ по органам, ориентируясь на локализацию первичного очага или метастатической болезни в анамнезе. Не рекомендуется выполнять МРТ во время беременности, исключая случаи проявления метастатического процесса или симптоматики. В случае необходимости выполнения МРТ оно должно быть произведено без контрастирования. Следует проводить эхографию сердца у пациенток с клиническими признаками сердечной недостаточности в рамках карциноидно-кардиального синдрома. Итак, я бы хотела представить вам клинический случай. К нам обратилась женщина 1984 года рождения. Своё первичное лечение она получала в Казахстане, в Белоруссии. Она заболела в возрасте 20 лет. Ей было проведено, у неё был карциноид лёгкого, верхнедалевого бронха. Ей было проведено нерадикальное хирургическое лечение по месту жительства. Далее она наблюдалась. Через два года рецидив опухоли. Она переехала в Белоруссию, там ей была проведена вторая операция, уже радикальная в виде пульмоноктомии слева и удаления клетчатки среднего и нижнего средостения. Выставили на диагноз карциноид Т1Н2М0, то есть у неё были метастазы в лимфоузлы. Никакое лекарственное лечение не было назначено, она продолжала наблюдение и через три года, в 2009 году, у неё были обнаружены метастазы в щитовидную железу, подчелюстную слюную железу и подозрения на метастаз в лимфоузлы шеи. Ей была проведена радикальная операция, тереоктомия с центральной лимфодихсекцией, удаление правой слюной железы и биопсии шейного лимфоузла. И также пациентка ничего не получала и продолжила динамическое наблюдение. То есть это уже была третья операция по поводу рецидива и метастатической болезни. В 2010 году она переехала в Москву и обратилась к нам с подозрением на метастаз в правый надпочник и образование нижней третьей правого бедра, которая трактовалась как хондрома сначала и клиническими признаками карциновного синдрома. Это наши пациенты страдают, я уже говорила, тревожными состояниями, приливами, депрессивными состояниями, страхом смерти. Все это было у этой пациентки. И повышением уровня хромогранина А. Это опухолевый нейроэндокринный маркер, который может говорить о том, что опухоль прогрессирует. Ей было проведено лечение, в том числе иммуногистохимическое исследование удаленной опухоли. Мы пересмотрели ее препараты, сделали иммуногистохимию, выставили диагноз неогрейт-2, ки-67,5% или атипичный карциноид. Это высокодифференцированная опухоль, которая, в принципе, имеет хороший прогноз. Но мы видели, что у нашей пациентки уже метастатическая болезнь, то есть, грубо говоря, это четвертая стадия, при которой, в общем-то, когда врач общей практики видит такую пациентку, конечно, у него возникают проблемы с ее ведением. Мы назначили альфа-интерфероны, но через 3 месяца приема у нее развелось астено-невротические состояния на фоне альфа-интерферонов. Это их, так сказать, побочные эффекты. И, в общем-то, эффективности они не имели. У нее было повышение уровня серотонина и по УЗИ подозрения солитарный метастаз в печень. Тогда у нас была возможность делать актриаскан. Это сцентография с меченым актриотидом. Это специальное исследование для высокодифференцированных нейроэндокринных опухолей. И по данным актриасканам у нее выявлялся только единичный очаг в нижней трети левого бедра. То есть у нас был подтвержден метастаз. С этого времени ей были с 2010 года были не назначены аналоги с амтостатина. Сначала это был препарат с амтостатин ЛАР 20 мг и сопутствующая терапия под наблюдением докринолога. Пролонгированные формы актриотида она получала в течение многих лет до 2015 года. С 2013 года это был уже российский пролонгированный препарат. То есть каждый день каждый месяц она получала инъекцию пролонгированного актриотида ДПО. И вот в апреле 2015 года пациентка вышла замуж и у нее наступила беременность. Но у нас были проблемы потому что предположительное введение препарата совпало с временем зачатия с первыми днями эмброгенеза эти пациенты все вращаются так сказать в интернете пациентка читает про свое заболевание она интересуется она знает препараты которые он получает и в общем-то психологически была очень большая проблема с ее родителями с ее семьей с ее мужем то есть там взвешивались все за и против оставлять ребенка который может быть на него было какое-то влияние при применении аналогов с амтостатина ну и прочие факторы пациентка встала на учет в женскую консультацию и в общем-то врач женской консультации по месту жительства ну недостаточно может быть имел связь с нами мы пытались там взаимодействовать но взаимодействия у нас не получилось пациентке сделали аборт был консилиум без участия онколога и в общем-то психологически такое давление было на семью и они согласились прервать беременность конечно мы очень переживали что беременность прервана потому что как мы говорили уже прерывание беременности это не лечение и оно может способствовать только прогрессированию я вижу у меня уже времени мало я могу рассказывать долго скажу вам одно что мы продолжили терапию и в общем-то почти через год без малого у нее наступила беременность они уже предохранялись как положено и она забеременела, там был перерыв после введения аналогов с амтостатина, на третьей неделе они все высчитали, эта беременность была удачная. Введение этой пациентки было сопряжено, конечно, с очень большими сложностями, потому что, вы знаете, в анамнезе у нее нет одного легкого, нет щитовидной железы. То есть мы были, она наблюдалась в центре репродукции, мы были постоянно на связи с акушер-гинекологами. В общем-то, роды прошли успешно, два месяца была лактация, ребенок доношенный, прекрасный, сейчас развивается без отставания от сверстников, даже вот, как говорила Анна Сатирина Анатольевна, он даже лучше, чем у сверстников, потому что действительно к этим детям повышенное внимание, и эти дети действительно выстраданы не только пациентами, их семьей, но и их ведущими врачами. Итак, введение у пациента к СНЕО должно быть персонализированным и зависеть от распространенности активности заболевания, наличия синдромов и симптомов или ухудшения состояния во время беременности. Медикаментозную терапию рекомендуется возобновить в послеродовом периоде при угрозе прогрессирования и при ухудшении состояния, либо после прекращения лактации. Введение беременности у пациента к СНЕО должно быть коллегиальным и мультидисциплинарным. Нам необходимо участие онколога, акушерогинеколога, эндокринолога, генетико-кардиолога, клинического психолога. Актуальным является разработка алгоритма введения беременных с нейроэндокринными опухолями в зависимости от локализации и течения заболевания. Необходима разработка механизмов правовой поддержки медицинского персонала и пациентов. Наш опыт за последние 5 лет к нам обращаются амбулаторные пациенты, которым, конечно, не проводилась химиотерапия, а им проводилась либо иммунотерапия, либо аналоги с амтостатином. Это высокодифференцированные эндокринные опухоли, неопендиксы. 4 пациентки, неолегкого 4 пациента, неожелудка, неоподжелудочной железы. Все беременности закончились родами здоровых детей. Самому старшему ребенку сейчас уже около 5 лет. Пациентки счастливы, благодарны нам. И, в общем-то, эта работа приносит довольно удовлетворение большое. Сейчас хочу представить эксперта. Спасибо большое.